Воздушная гавань разместится на площади 9 тысяч квадратных метров. Аэропорт сможет обслуживать 890 пассажиров в час. Глава региона уверен, реализация этого инвестиционного проекта позволит Геленджику принимать еще больше туристов и выведет курортный город на международный уровень. Геленджик сегодня развивается. Сегодня это курорт, который принимает более 4 миллионов туристов в год. Конечно, мы стремимся сделать так, чтобы он был круглогодичным. Поэтому, конечно, это стратегически важно, чтобы, конечно, аэропорт был современным. Сегодня мы обсуждаем не просто будущую стратегию, а стратегию, которая будет реализована в скоротечном периоде времени. Однозначно, все, что зависит от края, от меня лично максимально окажем всяческое содействие для того, чтобы этот проект однозначно состоялся. Я уверен, он состоится. Я сейчас посмотрел, какой будет аэровокзальный комплекс. Честно говоря, даже не верится, что такой комплекс может быть не то, что в Геленджике, а в целом в современном Краснодарском крае. И это еще раз утвердило в мысли, что такой аэровокзальный комплекс должен быть у современнейшего курорта, комфортного, очень востребованного не только жителями края или страны, но и, конечно, и зарубежными отдыхающими. И мы сегодня делаем все, чтобы Геленджик стал таким курортом. На сегодняшний день у нас уже реализуется проектирование. И мы думаем, что мы до начала лета закончим стадию П и войдем в госэкспертизу. Это значит, что мы на конец года, уже этого года, планируем выход на площадку. И начало строительных работ мы планируем до февраля следующего года. Открытие терминала и запуск в эксплуатацию видим в конце 2021 года. Реконструкция аэропорта Геленджика позволит увеличить пассажиропоток до миллиона человек в год, отметили инвесторы. Помимо здания аэропорта будут построены служебно-технические помещения, парковки для автомобилей, стоянки для такси и междугородних автобусов. Продолжение следует...